The Lost Signal SCP это моя игра по SCP, в которой вы можете увидеть некоторые объекты, уже озвученные на этом канале. Например, исследовать лабиринт в шкафу и поносить аномальный противогаз. Играя в эту игру, вы также поддерживаете этот канал. Ссылки в описании. SCP-2030. Смех это весело. Объект номер SCP-2030. Класс объекта Keter. Особые условия содержания. Бот веб-анализа Delta-09. Стоп-смех. Под управлением фонда должен непрерывно работать и дважды в неделю подвергаться проверке на дефекты компетентным сотрудникам со вторым уровнем допуска. Бот занимается поиском SCP-2030 в широкой выборке. Файла обменных сайтов и видеохостингов и удаляет все найденные копии. Обнаружению и изоляции места происхождения SCP-2030 присвоен приоритет уровня Delta. Продолжаются поиски студий, где происходят съемки SCP-2030. Описание. SCP-2030 это аномалия, проявляющаяся в форме телевизионной передачи. Носители записи SCP-2030 соответствуют наиболее популярному в данное время формату. Так, в 2014 году SCP-2030 чаще всего внедряется в автоматизированные киоски проката DVD, файлообменные сети и платные сервисы потокового видео. До 2012 SCP-2030 обычно проявлялся в виде наборов DVD в пунктах видеопроката, а до 2003 в виде кассет VHS. В настоящее время нет достоверных сведений о том, имели ли место появление SCP-2030 до 1993 года. Тем не менее, известно о существовании 38 сезонов программы, откуда следует, что SCP-2030 в какой-то мере действовал с 1976 года. Обычно передача называется «Смех – это весело», хотя встречаются такие варианты, как «Смех для всех» или «Смех – это смех». У нее нет собственного стиля оформления упаковок. Последний скопирован со стиля других телевизионных программ, что часто заставляет зрителей выбирать SCP-2030 по ошибке вместо другой программы. Шоу основано на съемке скрытой камерой и демонстрирует в комическом свете непосредственные реакции различных людей на странные, пугающие и часто аномальные ситуации. Эпизоды обычно продолжаются от 10 до 12 минут и содержат вступительные и заключительные сцены, между которыми демонстрируются записи скрытой камерой. Ни в одном известном эпизоде нет заключительных титров. SCP-2030-1 – это предположительно взрослый мужчина, ведущий шоу. Он выступает с комментариями в начале и конце эпизода, а также появляется перед жертвами и сообщает, что их снимают для телевидения. SCP-2030-1 всегда носит темно-синий костюм-тройку и черно-белые ботинки с закругленным носком. Камера всегда снимает SCP-2030-1 так, что его голова не попадает в кадр, и это затрудняет идентификацию. Он называет себя именем «Смешок Смешковский». Участники шоу часто реагируют на наблюдаемые события с ужасом или тревогой, но, как кажется, медленно успокаиваются, как только видит SCP-2030-1. Это происходит даже тогда, когда участник претерпел значительные телесные повреждения или наблюдал особенно травмирующее событие. Кроме того, большинство заснятых индивидов выражают некоторую степень знакомства с SCP-2030-1, причем некоторые называют себя поклонниками данного шоу. В настоящее время исследователи ищут ответ на вопрос, используют ли SCP-2030 свою зрительскую аудиторию для подбора жертв. Эпизоды посвящены определенным темам, отсылки к которым содержатся в каждой сцене розыгрыша. В начале каждого эпизода SCP-2030-1 объявляет тему, находясь в некоторой до сих пор неидентифицируемой телестудии, на ярко-желтой сцене, украшенной огромными разноцветными геометрическими фигурами. Темы эпизодов варьируются от повседневных, таких как «Пляж», «Домашние животные» или «Печенья», до странных и жестоких, таких как «Мошеннические письма», «Поджог» и «Терроризм». В завершении каждой программы SCP-2030-1 произносят заключительные речи однотипного содержания. В конце эпизода камера отворачивается от сцены SCP-2030-1 и демонстрирует публику, которая обычно состоит из индивидов, показанных в эпизоде. В это время на кадр накладываются белые титры, снято в студии перед публикой, создано в сотрудничестве с ТТ-БГВА-ЭЗ. Как показало исследование, все люди, заснятые в розыгрышах, официально числятся умершими или пропавшими без вести в том году, в котором они появились в программе. При расследовании обстоятельств смерти участников SCP-2030 открылось множество несоответствий и противоречий. Кроме того, при эксгумациях было выявлено, что все тела заснятых участников на данный момент отсутствуют. По общему мнению, исследователи SCP-2030 жертв, скорее всего, похищают после их участия в шоу и, по возможности, маскируют их исчезновением. Однако, до сих пор не найдено конкретных свидетельств, которые связывали бы смерти индивидов с SCP-2030, помимо записей самого шоу. Приложение. Ниже приводятся примеры розыгрышей, показанных в программе. Эпизод 24, 2000 года. Тема эпизода. Вздутие. Вовлеченные индивиды Мэйси Гершем и Кайл Паркер, сбиты насмерть водителем, скрывшимся с места происшествия 18-19-2000 года. Описание. Пожилая женщина сидит в парке на скамье и кормит голубей семечками из пакета. Гершем и Паркером вместе идут по парковой дорожке по направлению к женщине. Как только они приближаются к ней примерно на полтора метра, стая голубей влетает в рот женщины, отчего ее живот непомерно раздувается и вскоре лопается. Пара выглядит крайне напуганной, пока из разрыва в животе пожилой женщины не появляется SCP-2030-1. С этого момента Гершем и Паркер выглядят успокоенными. Сезон 21-97 года. Тема эпизода. Маргарет Тэтчер. Вовлеченные индивиды Дориас Картер умерла от рака яичников 24-02-97 года. Описание. Миссис Картер входит в свою кухню и открывает дверь буфета. Оттуда вываливается большое количество мяса. Картер кричит. Кучи мяса увеличиваются и принимают форму крайне непропорционального подобия бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер. С головой в два раза больше торса. Картер пытается бежать из комнаты, но Тэтчера подобное существо набрасывается на нее и останавливает. Оно просовывает язык в открытый рот женщины. И на коже Картера по всему телу появляются лица Тэтчер разной величины. Лица начинают идеально слаженным хором декламировать Рич Тэтчер о бомбардировке Ливии от апреля 1986 года. SCP-2030-1 слезает с ближайшего стенного шкафа и указывает на скрытые камеры. Миссис Картер улыбается, хотя язык существа все еще находится у нее в глотке. Сезон 13-89 года. Тема эпизоды. Белки. Вовлеченные индивиды. Мелисса и Трэвис Ингланд. Пропали. Последний раз появились 12.05.1989. Описание. Миссис Ингланд лежит в кровати рядом с мужчиной. Предположительно мистером Ингландом раздается серия высоких писклявых звуков. И миссис Ингланд просыпается. Она говорит мужу проснись, но тот не отвечает. Она кладет руку ему на плечо, но тут же свизгом отдергивает. Его кожа начинает ходить волнами, как будто что-то движется под ней. Затем множество белок вырываются из разных мест его тела, стремительно заполняя кровать и наползая на женщину. Она вскакивает, чтобы покинуть комнату, но тут входит SCP-2030-1 и включает свет. Его сопровождает мистер Ингланд, с которого полностью содрана кожа, но тот ничем не выказывает ощущение дискомфорта. Все трое вместе смеются и эпизод кончается. Сезон 13. 1989 года. Тема эпизода. Трахеотомия. Вовлеченные индивиды. Гэри Тёмен, Линдси Тёмен и их дети погибли в автокатастрофе 28.04.1989. Описание. Четверо сидят вокруг обеденного стола. Мистер Тёмен начинает кашлять и хватать воздух ртом, как будто подавился. Другие члены семьи пугаются. На горле Тёмена появляются два разреза, позволяя ему дышать. Эти разрезы тут же превращаются в ноздри. Те стремительно вырастают до полного носа, который развивается в целую вторую голову, идентичную собственной голове Тёмена. Эта голова затем отращивает свою собственную шею. И весь процесс повторяется. Так продолжается, пока из оригинала не вырастает 18 голов и шеи. В этот момент из-под стола вылезает SCP-2030-1. Все присутствующие разражаются бурным хохотом. В том числе все 19 голов мистера Тёмина. Сезон 37 2013 года. Тема эпизода. Головоногие. Вовлечённые индивиды. Ребекка Нэш умерла от осложнений при родах 0.2.11.2013. В больничных записях нет свидетельств аномальной активности во время родов. И неиндифицированные хирурги. Описание. Команда акушеров производит кесарево сечение рожающей миссис Нэш. Акушеры обсуждают размер и волосатость головы ребёнка. Через несколько минут врач издаёт удивлённый возглас и роняет на пол какой-то инструмент. На заднем плане слышны приглушённые голоса. Остальные работники приходят в ужас, когда голова без посторонней помощи поднимается из тела Нэш, причиняя ей сильную боль. Голова ребёнка внешне напоминает голову американского телеведущего Райана Сикреста. Ребёнок поёт греби-греби-греби веслом, женским голосом по мере того, как вылезает из тела матери. Когда наружу выходит большая часть его тела, становится видно, что у ребёнка тело взрослого осьминога. Октопус вульгарис. Выйдя полностью из тела, Нэш продолжает петь, а тем временем показывается вторая голова. Таким образом появляются ещё три ребёнка с головами звёзд. Джека Николсона, американский киноактер, Джонни Кэша, американский певец-автор и Мартина Фримана, британский киноактер. Также все с осьминожими телами. Они квартетом поют греби-греби веслом. SCP-2030-1 входит в комнату под звуки музыкальной темы шоу. SCP-2030-1 указывает на скрытые камеры, отчего акушеры и Нэш смеются. Существа, сидящие на торсе Нэш, продолжают петь. Затем Нэш теряет сознание, вероятно, от потери крови. Ниже приведён текст типичной речи SCP-2030-1 во время одной из заключительных сцен шоу. Сезон 32-2008 года. Тема эпизода «Принтеры». Текст. А вот это ржак, а народ? Мы видели, как принтеры едят, как едоки печатают. И все промежуточные варианты. Так прямо из-за уважаешь старый шумный принтерок у себя в офисе. Да уж, принтеры не всегда работают как хочется или как надо. Зато над ними можно как следует посмеяться. Из-за этого нам надо посмеяться. Наша цель – ваш смех. Мы рассчитываем на ваш смех. Спасибо, что смеётесь с нами. Этого нам и надо, правда, народ? Смейтесь с нами и дальше. И помните, смех – это весело. Спокойной ночи. И смейтесь, и смейтесь. Просто смейтесь. Мы любим смешить. Больше смеха для смеха. Смейтесь с нами. Смейтесь с нами. Публика присоединяется к хорам. Смейтесь с нами. Смейтесь с нами. Смейтесь с нами. Смейтесь с нами. Смейтесь. Смейтесь. Смейтесь и впустите нас. Примечание. Видео резко обрывается на 30 секунд. До конца программы слышен фоновый смех и мягкие влажные звуки.